Господи, благодарна Тебе за это утро, Иисус, за слова ободрения, Господи, песнопения, Иисус, этот час, Господи, освящение Тобою, Господи. Благослови эту небольшую мысль к основной части. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Аминь. Иоанна, 14 глава, 12 стих. «Истина, истина, говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше этих сотворит, потому что Я к Отцу моему иду». Интересно, вчера говорилось в слове посвящения о мысли или теме заверения. И я подумал об этой мысли в разных аспектах и в контексте также этого стиха. Какое заверение у нас есть, исходя из слова Божьего? Ну, во-первых, заверение верующим. У нас есть это заверение для нас, как верующих, по удивительной благодати, изобильной благодати Божьей. Заверение вечного спасения, заверение запечатления Духом Святым, которое уже на постоянной основе верующего сверхъестественного, сверхъестественное слово утешает через наполнение. И каждый верующий свидетельствует об этом заверении в своей жизни, когда он наполняется Словом Божьим, и он исполнен этим покоем Божьего заверения. И мы видим, как Бог может исполнять этим заверением верующего в разных обстоятельствах. И я подумал, например, о Стефане. Так как Бог в первую очередь совершал в нём это заверение и утешение, и ободрение, и наполнение посреди всех криков собравшихся людей, которые были нацелены только на одно. Там было полно криков. Но интересно, вот эти слова, давайте скажем сначала это, «И он сотворит, и больше этих сотворит». Что это может для нас значить в контексте, например, евреям 12 главы, 1-2 стихи. Иисус идёт к Отцу, но и дальше Он, по сути, творит через Твою церковь. Слова эти, обращённые к верующему, могут обозначать и представляют для нас, Иисус идёт к Отцу, Он посылает Утешителя, Духа Святого, которым будет рождён свыше каждый верующий, и Он дальше будет творить эти чудеса через каждого верующего и через церковь. И мы видим с вами, например, взять Стефана. Мне нравится эта параллель с Иоанна 21 главы и Дианей 7 главы. Какая там есть особенность и в той, и в той главе, что и в 21 главе Иисус Христос назидал его Писанием, начиная с Пятикнижья, с Моисея. И там мы видим это назидание Стефана, начиная с Пятикнижья, с Авраама. Это говорит нам о том, что в первую очередь Иисус назидает его, Стефана, и утешает в этом заверении, которое у него есть. Как здорово! Мы видим с вами верность Бога в этом ободрении, утешении, наполнении во всём Писании. И мы видим с вами эту параллель действия Иисуса Христа. И так же, как Бог заверяет всех людей окружающих, без исключения, потому что Евангелие и радостная весть, оно не для особенных, а для всех людей, для всех собравшихся там, можно сказать, которые кричат. И этот крик похож на крик мира. То есть, а Бог, как мы с вами, Иисус, мы можем сказать, творит это удивительное заверение. И те же самые слова, которые говорил Иисус Христос на кресте, те же самые слова, мы можем сказать, говорит через Стефана. Последние его слова. Не внемли им это во грех. Потому что ты оплатил грех. Человек на такое не способен. Это только слова Иисуса Христа, а через верующего. Аминь. Благослови вас Господь. Аминь. Слава Господу. Спасибо большое, пастор Нурлан. Заверение, обетование, исполнение, убеждение. Это то, что дает нам слово. Удивительное слово Иисуса Христа. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за песнопение, за молитву, за слово вступления. Благодарим Тебя за эту сферу слова и духа, в которой мы живем. Благодарим Тебя, Господь, что вот такая наша жизнь. Мы отдыхаем в Тебе. На практике. Ты говорил. Мы восприняли. Живем. И обнаруживаем все больше и больше Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за возрастание в вере, за возрастание в любви, которую Ты даруешь. Слава Тебя. Благослови сейчас это слово посвящения. Раскрой перед нами удивительные смыслы и замыслы Твои. Прославься, Бог наш, во имя Твое, Господь и Спаситель. Мы молимся и просим Аминь. Итак, у нас сегодня 82-е слово посвящения по Евангелию от Иоанна. Мы с вами в 14-й главе. И сегодня мы с вами посмотрим на стихи с 18-го по 26-й. 18-й стих. «Не оставлю вас сиротами», говорит Иисус. «Я приду к вам». Какое смелое обещание. И как оно исполняется во всяком сердце, которое почитает эти слова. Он же приходит к нам. Он разговаривает. И мы с вами обнаруживаем реалии, которые уже звучат тысячелетиями. Посмотрите. книга Исаии 66-я глава. Пророк Исаия завершает свою книгу. И вот одно из его удивительных откровений, которое передается Новому Завету. И Иисус расширяет это понятие. 1-й стих. «Так говорит Господь». Ну-ка послушаем, что Он говорит. «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих». Интересно, правда. Он стал человеком и ходил по этой земле. А в справочнике Библии в Томпсе то там есть карты. И одна из карт называется «Карта следов Иисуса Христа». И вот там на этой карте Израиля видны те места, которые Он посетил, как Он ходил вокруг них. То, что было подножием, Он сошел с небес, с престола своего и пришел в этот мир. «Где же построите вы дом для меня?» Ну, как же где, Господи? Вот храм, Иерусалим. И ты сам сказал. Да, это было начало. Затем вы слышали и слушаете Слово. И когда вы живете в Слове, вы обретаете нечто. Мир и покой. Почему? «Где место покоя моего?» задает он вопрос. Второй стих. «Все вот это сделала рука моя, и все это было, говорит Господь. А вот, а теперь, а вот на кого я призрю, на кого я обращу свое внимание? На смиренного и сокрушенного духом. Смиренным он дает большую благодать и еще большую и благодать на благодать и сокрушенного духом. Смиренного и сокрушенного духом. сокрушенного духом. Мне нужно понимание смысла моей жизни. Кто расскажет? Только Божий дух. А я нуждаюсь в этом. Я не могу. Я сокрушен. Мой дух не действует без его духа. Вот. А вот кого я призрю на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего перед словом моим. Какая красота. мы с вами вчитываемся и говорим «Благодарю тебя, Господь, ты так замечательно поговорил со мной, и я ожил». Совершенно нету страхов, нету подозрительности, нету каких-то опасений. Я обнаруживаю, что ты очень сильно меня любишь. И когда я обнаруживаю твою любовь, я люблю тебя. И Иисус говорит в 14 главе 18 стихе «Я вас не оставлю сиротами, я приду к вам». И каждый раз, когда мы с вами собираемся вместе, и так верно это слово, где двое или трое собрались во имя моё, я там. Почему? Они имеют общение. Какое общение? В его слове, в его завершённой работе, в его любви и благодати. Давайте посмотрим. 19 стих. Он сказал в 18-м «Я приду». Посмотрим. вот что он нам открывает «Еще немного, и мир уже не увидит меня». Евангелие от Иоанна, 1-я глава, 14-й стих. «Слово Божье стало плотью и обитало среди нас». А 1-я Иоанна, 1-я глава 1-й 2-й стихи. И мы рассматривали, и слушали, и вникали, и прикасались к Нему. Мы видели Его. И такое удивительное сердце Господа Иисуса. Да, там они приходили, прикасались, ободряли, хлопали по плечу. Это всё так явно и так здорово. И теперь Он переводит их на новый уровень. Не видение, а абсолютной веры, духовного нашего существования. А там мир не видит. так мир мог отвергать, а мог ходить за Нем. Видел. Они могли посудачися в мире о Нём показать пальцем, что они вон, 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 вон идёт. А ты слышал, что вчера Он говорил? Да, я не только слышал, я ходил туда. А эти пять тысяч человек, которые шли за Ним. И как они шли? Они хотели видеть Его чудеса, Его исцеление, послушать слова, которые они слышали в Ветхом завете. Но эти слова не произносились с такой властью, с такой любовью, с таким призывом. И вот Он уходит. Это произошло. Да как произошло? если за Ильей, пророком из Ветхого Завета, третья книга царств, была отправлена колесница Бога, и Он такой торжественности был вознесен на небеса, для Иисуса было приготовлено другое. Весь наш позор перешел на Него. Вся наша вина была возложена на того, кто не имел вины. Они видели Его теперь в таком состоянии на кресте. И они и ужасались этой картине. Вот тот и в голове было, Он ничего плохого не сделал. Он исцелял родных и близких почти каждого человека. С Ним можно было спорить, Его можно было оскорблять. И вот Он на кресте. А потом они не видят Его. Воскреснув, Он приходит только к Своим. А Свои в радости, еще не все понимая, принимают Его. Он сказал, «Я приду, и вы увидите Меня». Мир нет. Мир, когда видел, и то не видел, не видел Мессию Своего. А ученики приняли, и какое богатство в жизни человека, когда Он принял Его. А вы увидите Меня, потому что Я Живу. Умру, но Я Живу. В гробнице, но Я Живу. В воскресну, Я Живу. Вы размышляете, и Я Живу. Вы общаетесь между собою, и Я Живу. И Я прихожу к вам и объясняю, вы будете жить. Вы будете жить. Мы сначала смотрим на это. Звучит красиво, Я в этой жизни уже как один турецкий бизнесмен в Стамбуле, когда мы с одним миссионером пришли к нему, миссионеру нужно было купить запчасти для своей машины Мазда. Мазда. И мы пришли к турецкому начальнику, который был дилером в этой структуре мира по распространению, ремонту и так далее вот этих машин Мазда. И вот пока собирали там какие-то документы, я стал с ним разговаривать. А у него такая карта большая Советского Союза. И везде флажки, флажки. Ну что, понятно, что флажки это его или представительство, или фирма уже работает. Я говорю, у вас большой бизнес. Да. Я говорю, а у меня такого бизнеса нет. Он посмотрел, ну, типа, я не удивлен. Я говорю, а зато у меня есть вечная жизнь. Он смотрит на меня. Хотите иметь вечную жизнь? Он посмотрел на карту, подумал, в этой-то жизни еле справляется. Все время эти звоночки. Завтра банкротом будешь. Сегодня у тебя упали продажи. Ты не дорабатываешь. Смежники тебя подводят. И он говорит, слушайте, мне надоело эта жизнь. И вы говорите про вечную жизнь? Да я не хочу. Даже эта жизнь. И я ему объясняю. И вдруг у него, вы представляете, вот это «я живу». Это просыпается в нем. Иисус начинает жить в нем. И вот этот боск большой с такими флажками на карте, я говорю, хотите принять Иисуса? В это время там звучат призывы религиозные, религиозные, со всех сторон Стамбула. И он говорит, да, теперь и да, я хочу, что я живу, и вы будете жить. «Стамбула». Некоторые начинают трепетать перед Словом Божьим не сразу. им нужно покуражиться, поиздеваться. Нехорошее слово, но суть-то не в издевках, а суть в нашем терпении, потому что мы принесли мы сами когда-то, не были способны его принять. И кто-то над нами так трудился, над нами так трудился. И в конце концов Дух Святой убеждает, Иисус жив, и вы будете жить, вы будете жить. И в тот день, когда я приду к вам, когда я буду в этих посещениях Духа и Жизни, вы узнаете о чем. Слушайте, есть фразы, которые с такой тщательностью выверены и все время повторяются. и повторение направлено на то, что я и отец одно. Узнаете, что я в отце моем. Кто-то говорит об Иисусе, ну, учитель, кто-то говорит, пророк, кто-то говорит, да, какой-то царь. Понтий Пилат сказал о нем, сей есть царь иудейский. Ему сказали, да ладно, ты что? Он говорит, ну, написал, я ставлю так, вот я так хочу нас. мы когда-то думали принять, не принять, а Дух Святой убеждает, я живу, я в отце. Я в отце, и вы узнаете, что я в отце моем. Нам так легко говорить сейчас, правда? Потому что и мы тоже в отце, мы в нем, в Иисусе, он в нас, и он располагает нас в отце. Смотрите, дальше, что говорится, и вы во мне, и я в вас. Какая красота! На время, духовно навсегда, а по плоти, от плоти нет, от плоти нет никакой пользы, ну, никакой пользы. заработает ты весь зелен на этой земле, и ничего не возьмешь с собой. Когда-то при смерти Александр Македонский, который имел колоссальную империю, он дошел до Индии. за очень небольшое время, но и сгорел в этих победах, в этих празднованиях. И он завещал, чтобы его хоронили и были открыты его руки пустые. тогда так же мудрые люди жили. Я сказал так же и думаю, хотите чуть-чуть отступления? Вопрос на засыпку. Вот мы читаем с вами Евангелие. Вот апостол Павел пишет послание, первое послание Коринфянам, второе послание Коринфянам. Это церковь. Слушайте, греки, они такие разговорчивые, и ты им одно слово, они тебе десять в ответ, у них свои мнения и так далее. Помните, как Иисуса пригласили в Ариапак, по-моему, это в 18 главе Деяния. Он пришел, и они сказали так, ну, хорошо, говори, мы тебя слушаем. И он стал говорить о Боге, они слушают. Он стал говорить о кладбище, они слушают. На кладбище видел надгробие неизвестному Богу, они слушают. И вот он пришел, его послали на крест, он умер и воскрес, воскрес, ха-ха, ты слышал, что он сказал, воскрес, стал человеком, Бог стал человеком, дух и плоть, да ладно! И сказали ему, ну, ладно, ступай, потом нам расскажешь. А некоторые из них, и вот эта удивительная часть, которая звучит незначительно, но весь мир содрогается, а некоторые поверили и пошли за ним. за апостолом Павлом, а тот за Иисусом Христом, потому что Иисус живет, и вы будете жить. И мы говорим, Иисус живет, и вы будете жить. Некоторые отвергают, а некоторые купаются в этой благодати. 21 стих. Смотрите, интересная вещь, что здесь говорится. Кто имеет заповеди мои? Заповеди обетования и повеления. И соблюдает их, и хранит их. Итак, что здесь написано? Я имею заповеди. кто имеет заповеди его и соблюдает их? Вот это да! Тот любит меня. Господи! Я теперь ищу эти заповеди и с удовольствием, и каждую из них ем с таким удовольствием, целыми днями размышляю. мы размышляем. Тот почему? Потому что люблю его. Тут и написано так. Тот любит меня. Иисус, какой ты замечательный! Я тебя люблю. Посмотрите, он дальше развивает. А кто любит меня, а кто меня любит, тот будет возлюблен отцом моим. Мы с вами на слове посвящения любим Иисуса Христа. Отец говорит, великолепно, сын! Это просто чудо! Что происходит? Мы знали, но я эмоционально говорю, потому что эмоции, данные нам, они присутствуют и у Бога. Бог любит, это не эмоционально, хотя эмоции включаются. Тот возлюблен будет отцом моим. Хорошо. Смотрите, еще раз. Кто имеет заповеди и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его. Вот это да. И явлюсь ему сам. И Иуда неискаревод говорит ему. Мне до того нравятся эти ученики такие замечательные. Что это ты хочешь явить себя нам, а не миру? Чего я улыбаюсь и что смеюсь? Посмотрите. Итак, я приду, там говорилось, да, увидите меня, я живу, и вы будете жить, узнаете, что я в моем отце, и вы во мне, и я в вас. А потом идет откровение наивысшей степени. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом, и я возлюблю его. Господи, ну, чего ты говоришь там, что я лишь себя нам, а не мира? Что отсутствует в этой фразе? Ну, расскажи снова еще, что ты говорил, нам явишь себя, а миру нет. Еще не раз вкусили заповеди. Он загодя говорит заранее об этом процессе. Когда Он уйдет на небеса, восхищение Иисуса будет, вознесение, то придет такое время, когда люди будут в этих заповедях, они будут читать их и влюбляться, и будет происходить, что Отец их любит. Отец так возлюбил вас. Отец любит меня, я разбираюсь в этих заповедях и обнаруживаю и план любви, и план благодати. Я смотрю на свою жизнь семейную, и вот маленькие дети там бегают, и что-то кто-то натворил, что-то не так, и ты его любишь, ты ее любишь, такие замечательные, правильно? Ангелы падшие смотрят на нас, ангелы святые рассматривают наши жизни, Отец смотрит и очень доволен. В людях благоволение, так было сказано во второй главе Евангелия от Луки, когда ангельский хор пел. Итак, чего не хватает Иудине, Искариоту? здесь Иисус в этой главе, даже в этом отрывке, смотрите, с 15 стиха по 23 стих семь раз слово Агапа. А что, о чем говорил Иисус с Петром в 21 главе? Знаете, как бы Иисус уходит в вечность после этой встречи. Ну, да, они еще встретятся на Ильонской горе, но так иносказательно. И Он рассказал Петру «Люби меня». А здесь Он говорит, и к этому все будут возвращаться, кто имеет заповеди и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю Его, вся семья, и явлюсь Ему. И Иуда и так спрашивает, «А что ты хочешь? Явить Себя нам, а не миру?» Иисус говорит, 23 стих, «Нет, невозможно сбить Его с этой темы любви. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, сохранит, и Отец возлюбит Его. И мы придем к Нему, и обитель него сотворим». Иисус, подождите, Иуда неискориот говорит, «Подожди, подожди, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» И при чем здесь любовь? Он и являет любовью, он об этом говорит. Это удивительный отрывок, где наполнены любовью Бога. «А нелюбящий меня не соблюдает слов моих и не видит. И я ему не могу явиться, но по-другому явлюсь. Как он любит этого нелюбящего? Он увидит церковь, увидит нас с вами и подумает, интересно, радостные такие. Любят друг друга, прощают, разговаривают. У них тема для разговора необычная. Надо вникнуть, надо тоже и себе Библию приобрести или взять эту Библию из атмосферы. Правда? Князь, господствующий в воздухе, не может ничего сделать с Библией, которая витает в этой атмосфере. И любой может скачать на свой смартфон. Но не каждый, конечно, так делает. И рассматривать и читать. Когда-то мне пришлось только в Египет приехать и там купить Библию. Сначала я хотел купить на английском. Почитал, думаю, нет, я еще не такой. А, в английском. Вот. И потом Господь говорит, ну что, на английском не хочет. Я вот ему подарю. и он нас привел к тому месту, где какой-то выглядящий небогато араб в обыкновенной своей одежде национальной. У него на коврике там были книги. Масса. Детективы, что угодно. И там же Библия лежит. Вообще для меня был такой подарок. Какая красота. Сбылась мечта. Но это еще одно. А потом понадобилось, чтобы рядом с тобой появился человек, который расскажет об этой любви. Будем с ним говорить часами, и он будет говорить все время об Иисусе Христе. Пастор Матте. Итак, 23 стих. Иисус сказал ему в ответ. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его. Вот в ком я живу трепещущим перед словом моим. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим. К нему мы придем, к любящему мои заповеди, соблюдающему эти заповеди, а они любящие меня не соблюдают слов моих. пока не любящие. А мы евангелисты подходим. Та-дам! Ты слышал про Иисуса? Не слышал. Или же дослышал-слышал. А вот это вот ты как думаешь? А об этом как ты думаешь? И мы все время тревожим покой нелюбящего Иисуса, человека, нелюбящего Господа нашего. А мы приносим любовь и служим, и служим. А хочешь это блюдо? А хочешь вот это блюдо? Вот 25 стих. Это я сказал вам, находясь с вами. И будет время, когда вы влюбитесь в меня через слова мои, заповеди мои, и вы будете заповедью благодати и сиять на небесах. Слава Господу. И в 26 стихе он говорит о роли Утешителя, Духа Святого, которого пошлет Отец, пошлет Иисус и научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил. Люблю тебя, Иисус. Как замечательно. Какое убеждение, какое желание знать Твое слово. Отец наш небесный, мы благодарны тебе за это сегодняшнее слово посвящения. Благодарим тебя за мысли любви и Господи. Слава тебе. Благослови. Может быть, среди тех людей, которые не знают Иисуса Христа как своего Спасителя есть человек, который желает принять. Принимая Иисуса Христа, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу тебя, прости мои грехи. Спаси меня. Подари мне вечную жизнь. Научи твоему слову. Приведи вживую церковь. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь.